Привет, бейскауты, с вами Кьюбейт. Надеюсь, все, кто хотел сходить на Бэтмен против Супермена, те уже это сделали. В этом видео будут спойлеры, поэтому выключайте видео к чертям, если вы не смотрели фильм. Если же все в порядке, или вы любите спойлеры, то давайте посмотрим на пасхалки в этом фильме. Многие спрашивают, о ком говорил Лекс Лютер в конце фильма. У меня есть два варианта. Самый очевидный, Дарксайд. На него были намеки во сне, видение, мы о нем попозже поговорим. Причем такие жирные намеки. Нам показали огромный омега-символ Дарксайда и его помощников, парадемонов. Второй вариант, Брейниак. Все-таки это видение дает понять, что нападение Дарксайда случится не скоро, и только при определенных обстоятельствах. Так что, если говорить о том, звони колокол, который был уже услышан, речь может идти о Брейниаке. В следующих фильмах он вполне может стать одним из противников Лиги Справедливости. Сны Брюса. В фильме несколько раз показывают кошмары Брюса Уэйна, которые не дают ему спокойно отдохнуть. Вы уже знаете, что в основу фильма был взят комикс Фрэнка Миллера «Возвращение темного рыцаря», где подобным снам и видениям Брюса Уэйна дан слегка религиозный смысл. Маленький Брюс Уэйн в погоне за кроликом упал в пещеру, где обитали летучие мыши. Одна из этих мышей была больше и страшнее других. Она не улетала и пристально смотрела на Брюса. Знакомая история, да? Именно этот ужасный образ летучей мыши отложился в голове маленького Брюса Уэйна. Такую же страшную летучую мышь мы видели в фильме, когда она вылезла из могилы родителей Бэтмена. Это было неожиданно, но очень в тему. Похожая сцена была и в комиксе Фрэнка Миллера. Да в картине вообще полно таких моментов, но это и логично, ведь комикс является основой сценария. Самый интересный и обсуждаемый сон Брюса – будущее, которое нам с вами напоминает Инжасис, где Супермен устраивал тиранию из-за смерти Лойс Лейн. Так вот, во время сна к Бэтмену прибегает Флэш. Я пытался детальнее разглядеть его костюм, но на нем еще была специальная экипировка из будущего, поэтому заметил только части красно-желтого костюма. Барри хочет предупредить Брюса Уэйна о том, что Супермен действительно опасен, и Лойс Лейн является ключом к нему. Действительно так и есть. Лойс Лейн всегда была тем, из-за чего Супермен и продолжал быть Суперменом. Позже Барри говорит, что ошибся и прибежал не в то время, и сон заканчивается. Это была удивительная цена, и уж меня она равнодушным точно не оставила. Смерть Супермена. В комиксах принято убивать супергероев, потому что это заставляет фанатов купить выпуск, а потом и предыдущий, чтобы узнать, что же произошло. Конечно, это не навсегда, и позже герои восстанавливают каким-то чудесным образом. Это нормально, и к этому уже давно привыкли. В фильме же тоже побоялись окончательно показать смерть Супермена, и в конце картины все заметили, что над его гробом поднялась земля. Жив наш дорогой, жив! И да, не путайте, земля поднялась над тем гробом, где лежал именно Кларк Кент, а не тот подставной гроб, который нужен был для показательных похорон перед всей страной. Настоящего суп захоронили на ферме, рядом с отцом. Так вот, что касается фильма. В 75-м выпуске Супермена 1992 года, Супермен погиб, опять же от рук кровожадного Думсдея, и умер также в руках Лоис Лейн. Вот она и отсылка. Следующая пасхалка не очень заметная и большая, но понравится фанатам DC Comics. В одном из диалогов Перри Уайта и Кларка Кента, Перри скажет, что Дейли Пленет уже не такой, каким был в 1938 году. Это и есть пасхалка на первое появление Супермена в комиксе Action Comics номер 1. Я, черт возьми, эту дату помню, как таблицы умножения. А то и лучше. На канале даже первый ролик по биографии Супермена, но не смотрите его, он ужасен. Лекс Лютер. В трейлерах Лекса нам показали, как Микки Мауса, но в фильме есть у него и другая сторона. Он такой же хладнокровный и жестокий, как в комиксах, но и юмора у него хоть отбавляй. Он следит за всеми, и у него все просчитано на несколько ходов вперед. Поэтому он и создал программу по отслеживанию мета-людей, здесь их называют, как и в сериале Flash. Его программа уже отследила Киборга, Флэша, Чудо-женщину и Аквамена. Все ждал я зеленого фонаря, но не получил. Все-таки надеюсь его в будущих фильмах увидеть. Пасхалка, которую заметил уже даже слепой. Извини, Мэтт Мердок. В трейлере постоянно делали акцент на разрисованном костюме Робина. Это отсылка к комиксной смерти Робина, Джейсона Тодда, где Джокер избил Джейсона до полусмерти и оставил на заминированном складе. Это один из самых жестоких моментов, связанных с Джокером в комиксах. И это правда жесть. В этом фильме огромное количество отсылочек к возвращению Темного Рейцаря. Я уже говорил. Фразы Альфреда, жемчужное ожерелье матери Брюса. Тут даже Снайдер покадрово воссоздал сцену из комиксов. Фильм Зора, с которого только что вышла семья Уэйнов. Да в фильме даже целые панели из комиксов воссоздали. И признаться честно, мне было все это приятно увидеть на экране. На этом мои пасхалки заканчиваются. Если вы что-то заметили в кино, то поделитесь в комментариях. Это очень интересно. Поддерживайте видео лайком, если оно вам понравилось. И подписывайтесь на оба канала. Ну а я побежал делать дальше видео для вас. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok